33 года после Чернобыля. Тех, кто первыми вступил в борьбу с радиацией, вспоминали сегодня в Минске. Сотрудники МЧС, курсанты, школьники почтили память ликвидаторов. Среди героев Василий Игнатенко. Его одним из первых вызвали по тревоге душить пожар на станции. Получив большую дозу радиации, меньше чем через три недели спасателя не стало. В его честь названы улицы в Минске и на малой родине, в Брагине. О том, что случилось в 1986-м, сегодня могут рассказать почти 70 тысяч человек, которые, рискуя жизнями, тушили реакторы, затем боролись с последствиями аварии. Ликвидировали вот эти очаги, то есть в 30-километровой зоне там были очаги. Горели там дома, потом на болотах горели, значит, торфяники. И все это, где осадки выпали большие, значит, цезия, стронция и других радиоактивных веществ, при пожаре они поднимались в воздух и распространялись на другие территории далеко-далеко за пределами вот этой, за пределами аварии. Сегодня крупнейшую техногенную катастрофу вспоминают по всей стране. В храмах звучат молитвы, люди несут цветы и зажигают свечи.